Микрорайон КСМ возник более полувека назад вокруг завода строительных материалов, благодаря которому была возведена большая часть современного Сочи. Это место изданно славилось особой атмосферой, уютом, чистотой. Правда, говорят, здесь в последние годы не все жители микрорайона следят за порядком, но сейчас эта ситуация может измениться. По крайней мере, вернуть былую аккуратность улицам пытаются и очень активно. Педагоги школы номер 20, воспитатели детского сада номер 35, а еще родители и дети. Собственно, именно их участие в регулярных уборках становится самой важной частью процесса – воспитательного. Родители уже видят результаты. Когда мы с детьми выходим просто на прогулку, то они сразу говорят, вот что-то кто-то кушает, допустим, вот тут не бросай, вот мусорник. То есть это, конечно, есть отдача. И нам очень-очень обидно, когда мы после уборки проходим мимо территории и видим опять, к сожалению, какой-то бытовой мусор. Александр Егия-Зарян – как раз тот молодой человек, для которого убирать свою планету, то есть свой микрорайон – дело вполне привычное. Занимается этим с начальных классов. Считает эту обязанность совершенно естественной. Очень часто люди ходят на пикники, вот на речку, в Сочинку рядом, вот здесь вот. И просто оставляют после себя мусор, не убирают его. Но мы каждый день практически выходим и с родителями чистим территорию. Добровольцы готовы выходить регулярно, но надеются и на сознательность владельцев окрестных кафе и магазинов, которые или на дворниках экономят, или просто, как люди небрезгливые, не замечают мусор вокруг заведений. И уборкой занимаются те, кому проще самим навести чистоту в своем микрорайоне, чем ждать участия предпринимателей. Тем более, что капитальным благоустройством улиц занимаются городские власти. На борьбу с мусором ушло около часа. Взрослые отправились по делам, дети вернулись в школу. Здесь работает летний лагерь, вернее, работал. Сегодня день закрытия. Впрочем, уборка улиц продолжится. Кроме того, школа заключила договор с озеленителями. И скоро на окрестных участках появятся новые деревья и растения.